Сегодняшний форум организован Джамбулским областным региональным филиалом Народно-демократической патриотической партии АУЛ и Управления внутренней политики Джамбулской области. Форум направлен на определение позиций гендерного равенства, объединение женского сообщества вокруг проблем сельских женщин, придание импульса политическому лидерству и карьерному прогрессу сельских женщин, обсуждение социальных проблем женщин и детей, проблем современного института семьи. Очень много проблем, связанных с самой женщиной. Когда мы говорим «женщина», это и семья, это и дети, и все социальные проблемы, которые есть в обществе. Их можно много перечислять. Вы знаете, насколько остро в эти дни стоит проблема бытового насилия. Это мероприятие приурочено к республиканской акции «16 дней без насилия». И меня очень радует, что женщины региона очень активны в этом отношении. И я всегда отмечаю, что именно в этом регионе очень много очень сильных, образованных, интересных, активных женщин. И их потенциал нужно использовать не только в регионе, не только в масштабе сельского развития, а в целом по стране. На сегодняшнем форуме были обсуждены такие важные вопросы, как принятие на особый контроль фактов насилия в отношении женщин и детей в сельской местности, а также вопросы культурно-нравственного развития, обеспечения социальной защиты и женщин, относящихся к уязвимым слоям населения, расширение участия сельских женщин в социально- и семейном предпринимательстве. Предприниматель Алия Аубакирова из Миркенского района, специально приехавшая на сегодняшний форум, трудоустроила около 20 сельских женщин. Я работаю с этими женщинами почти 20 лет. Женщина-мать, она объединитель семьи, воспитательница. На сегодняшний день я считаю, что девочек-женщин надо воспитывать еще со школьной скамьи, с детского сада, да прям с рождения. В принципе, воспитание необходимо и даже женщине, у которой есть ребенок в утробе, то есть беременным. Форум сельских женщин прошел на высоком уровне. Он имеет немало преимуществ и возможностей для женщин-девушек. Дана Самат Алимжан Ахпаев, 77 НИАС.